Царю Небесный, Утешителю Душе Истины, Иже везде сый, И вся исполняй сокровище благи. Царю Небесный, Утешителю Душе Истины, И очистины, Утешителю Душе Истины, И спаси блаже души наши. Царю Небесный, Утешителю Душе Истины, Истина Бога Отца, Семьи Жителя, Борца Небу и земли, Видимым же все и невидимым. И во единого Господа, Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного и живота Царуштенного, Прежде всех век. Царю Небесный, Утешителю Душе Истины, Света от света, Бога Истина от Бога Истина, Прожденно, несутворенно, Единосущно, Отцу им же все выше. Царю Небесный, Утешителю Душе Истина, Царю Небесный, Утешителю Душе и Татьяне, ПЕСНЯ 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 Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и пресно, и во веки веков. Аминь. Живы в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного во дворица. Речет Господи, весь заступник мой, и си прибежище мое, Бог мой, и уповай на него. Яко то избавят тебя от сети ловчей, и отслови себе мятежно. Плечма своему осенит тебя, и под крыле его надеяшися. Оружим обыдет тебя истинно Его, не убоившись от страха ночного, от стрелы летящие во дни, от вещи во дне приходящие, от срящей бесополуденного. Подет от страны твоя тысяща и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится. Обача чима твоим осмотришь и воздаяние грешников узреши. Яко ты, Господи, упование мое, Вышнего положилось и прибежище твое. Не придет к тебе зло и рано не приближится те лиси твоему. Яко ангелам своим заповестья тебе сохраните тебя во всех путях твоих. На руках возму тяда никогда преткнешься камень ногу твою. На аспидой Василиска наступишь и поперешь и льва и змея. Яко наме упова и избавлю и покрыю и, яко позна имя мое. Воззывет ко мне и услышу его, с ним есть скорби и зму его и прославлю его. Долго то и дни исполни его, явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присны во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Святитель Осень Николая, моли Бога о нас! О, все святы Николая, угодничай, преизрядный Господень, Теплый наш заступничай, и везде в скорбе скорый помощничай, Помози мне грешному и унылому в настоящем всем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, Елико согреши-ка от юности моей во всем житии моем, Делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами, И во исходе души моей помози ми окаянному. Умоли Господа Бога, всея тварь и садетеля, Избавить имя воздушных мытарств и вечного мучения, Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, И Твое милостивное предстательство ныне и пресно, и во веки веков. Святые ангели Божьи, храни тело мой, моли Бога о мне. Ангели Христов святых, к Тебе припадая, молюсь я, храни теле мой святый, Приданный мне на соблюдение души и телу моему грешному, От святаго крещения, ажи своей ленности своим злым обычаем, Прогневок Твою причистуй светлость, И отгнав Тя от Себе всеми студными делы, Лжами, клеветами, завистью и осуждением, Презорством, непокорством, брата ненавидением и злопомнением, Сребролюбием, прелюбодеянием, яростью и скупостью, Объедением, бессытость и опивством, Многоглаголанием, злыми помыслами и лукавыми, Гордым обычаем и блудным возвышением, И мы, самохотение на всякое плоское вожделение, О, злое мое произволение, Его же искоти бессловесни не творят, Да как о возможеши воззрити на мя, Или приступите ко мне, о кипсу смердящему, Которым очима ангелих Христов, Возричи на мя, Оплесшися зле во гнусных деле, Да как о уже возмогу отпущения, Просите горько, меслы мои, И лукавые сиянии, Няши слады, посадки, Ночи и на стадках, Молодые, какие припады, Слыши в морской пи, У меня все, что на грехе, Слыши, что на грехе, Слыши, что на грехе, Будем помочь, И без искусств, Несколько плаван, Несколько пида, Ой, погода какая, О, какие условия, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Рыжий мой друг! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Мы ждали открытия этого прекрасного, уютного, небольшого храма, который получился классически. Ромочка, зацепи, чтобы кресты было видно. Добро пожаловать в Казахстан! Александр Григорьевич! Добро пожаловать в Казахстан! Таким именем посвящена память сотрудников Федеральной службы безопасности, комитета государственной безопасности, нашей легендарной службы, тем людям, которые ценой своей жизни отстаивали интересы нашего государства, нашего народа. Я уверен, что этот храм будет достойным памятью о них и напоминанием о том, как важно для всех нас беречь мир и мир между народами, между государствами и мир в нашем общем Красноярском доме. Очень важно, что этот храм находится в особом месте нашего города, в рабочем, в рудовом таком районе, в парке, в Гвардейском, откуда уходили на фронт бойцы легендарных 19-й Гвардейской дивизии. И куда, в течение многих-многих послевоенных лет, каждый раз приходят и ветераны, и молодежь, и красноярцы, для того, чтобы отдать должное память тех, кто с оружием в руках защищал нашу народу. Я хочу от всей души поблагодарить инициаторов создания этого храма, всех, кто прямо или косвенно способствовал его появлению вот на этой земле, и уверен, что все, кто сюда будет приходить, станут добрее и сильнее. Спасибо. Благодарим Александру Алексеевичу за эти добрые слова. И хотелось бы предоставить слово тем, кто изъявил желание запечатлеть память героев невидимого жопа, исполняющих божественную заповедь сохранения родной отчизны. Тем, кто активно участвовал всеми своими возможностями в создании этого храма. И я предоставляю слово. Ваше высокое блестященство, уважаемые друзья, товарищи. Сегодня, несмотря на такую погоду, очень светлый, теплый день. Александр Викторович сказал, что он не очень теплый и хороший по полиции. Очень радостно, я думаю, всем нам, что это событие произошло. Очень важное событие. Оно по разным направлениям, по разным аспектам. Вот Александр Викторович сказал, что парк Гвардейский, совершенно естественно, будет здесь храм, который посвящен воинам. И освящен в честь воинов. Поэтому, значит, он как бы осеняется, как бы представляется сейчас парк Гвардейский парк. Что касаемо сотрудников наших павших в боях за Родину в разные периоды, то фамилии сотрудников Красноярского управления в безопасности, то и фамилии увековечены в этом храме. За них постоянно будут молиться. И сюда будут приходить, безусловно, их родственники, и дети, и внуки, и правнуки. И так будет продолжаться. И лучшего урока мужества касаемо той или иной семьи быть не может. Как показать, скажем, храм, где вековечена фамилия деда или братья. Дай бог, чтобы это было всегда. Для сотрудника управления ФСБ по Красноярскому управлению, я тоже не сомневаюсь, это будет то культовое сооружение, то храм, куда они будут тянуться душой. Ну и район, вот здесь было сказано тоже. Дыхмечность, дыхмечность. И много живет людей. И даже когда мы его открывали, этот храм, вернее, не храм открывали, а место освещали под храм, то подходили женщины из лежачих улиц, где проживающие там, и с большой надеждой говорили, вот неужели здесь будет храм, нам очень нужны. Поэтому и для удовлетворения духовных потребностей населения этого района тоже это будет очень значимо. Уважаемые друзья, тут храм строился и без трудностей, как бывает, как всегда, наверное, уходится в таких случаях, но с Божьей помощью. Началось с того, что храм планировался, часовня планировалась 6 на 6, и Владыка Пантелеймонов летит место и говорит, что 6 на 6, а что не 8 на 8? Я тоже тут задаю вопрос сразу же, не готов был на него ответить. Те кивают головами, кто инициаторами первоначальной евреевики, давайте 8 на 8, так что вот сразу же, не отходя, как говорится, с этого места из 6 метров на 8, ну и потом до 10. Потом, ну он будет совершенствоваться, я не сомневаюсь, что его жизнь будет продолжаться, развиваться. Ну еще хотелось бы сказать, что те люди, которые участвовали в строительстве, ну и в строительстве, и в обустройстве, вот сделали это абсолютно бескорыстно, абсолютно большим энтузиазмом, несмотря на занятость, по работе, по своей, какие-то проблемы. Федор Михайлович Гаврилов, директор ГХК, генеральный директор ГХК, со супругой, вот из личных средств очень много помогли, организационно помогли, вот то, что иконостас здесь стоит, они с отцом Анатолием в Железноборске, вот активно участвовали в это и в его создании, они это и сделали, все вместе. Владимир Константинович Шаечников, внутренняя отделка взял на себя и решил эти вопросы. Ну и наши сотрудники, Остапенко, Владимир Юрьевич, многие другие. Я не всех назвал, к сожалению, но вот что меня удивляло, а сейчас не удивляет, это, как говорится, наверное, Божий промысел. Все, кто занимались здесь, кого мы просили, откликались всегда, ну, совершенно искренне и абсолютно бесконтурно. Дай Бог всем здоровья. Уважаемые друзья, ну, значит, большое это дело, когда создаются храмы, когда вообще что-то строится, большое дело, а когда строится храм и начинает функционировать, это искусится большое дело. Дай Бог, всего самого доброго, чтобы этот храм жил веками и служил Богу и людям. Когда идет дождь, говорят, что благословляет сам Господь начатое дело. И особенно это твердо культивируется в традициях военно-морского флота. Огромная наша страна, государство, как корабль, незивлемо идет в веках, переживая проблемы и сложности. И Господь установил определенные службы, именно богоустановленные, как и священство, хранить, беречь то, что Он отдал людям, родину, отчизну. Мы очень удовлетворительны и считаем благодатно. У нас есть храм Дмитрия Солунского, воинам видимого законного фронта МВД. А сегодня мы освящаем храм воинам невидимого фронта, у которых служба не попрещается, как и в храме, в монастыре, никогда. И, конечно, в силу божественной тайны. Многих имен мы не знаем, и громко они не произносятся. Но память, и особенно память перед Богом, священная память Святой Церкви хранит в Божьем сознании каждое имя, потому что смерти не существует и нет. Но каждый герой, труженик на благо своего народа призывается к святости и память его свята. И сегодня есть у нас храм, воздвигнутый, построенный. И честь, память и молитвенное поминовение всех тех, кто сегодня не с нами на земле, но с нами в вечности и всегда будут стоять с ангельским миром на страже мира, свободы, законности и человеческой жизнесохранности нашей отчизны, края и города. И сейчас мы совершим положенные молитвы, освятим малым освящением храм, и который, открывая свои двери, чтобы, как было сказано, никогда не закрывались, приходили сюда люди, дети, чтить Божьи законы и память тех, кто не видим в своем исполнении долга, но совершает подвиг жертвенной ради жизни нашей стране, государственной отчизны. Рома, да, все, ладно, вошла, я хотел ногу передним. Так, Гена, я поднял маленько, вот так мне, не-не-не, вот так вот, чтобы камеру не купила. Благословен Бог наш, всегда ныне приснул, и во веки веков. Рома, там где-то вон, где мужики, вот, где снимают оттуда побольше снимочков и на владыку, и на это, и на прихожан. Благословен Бог наш, всегда ныне приснулся. 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 создавый, его и же быти приведы неизвеченными же образы, различностью красивый, и же надносимый на ню твой дух собравый, и солнечный свет на ню издеявый, в обновлении я, и же угоднику твоему Моисею вдохнула свалу нефту изрядну, приложите добрейшему твоему созданию и ищи, видите тебе цвет яко добрый, и дневно ищися, и его же убой мы видяще, светнейшее сие солнце, обновляюще нас в день тварь, вся истина во дне славим солнце и свет твой на вечерний, и же сыном твоим нам заповедовай, обновитесь а нашему, и свисту святым твоим духом, яко и подарусь ему, праведным воссиятие, ко солнцу тебе молимся, тебе просим отца слова Господа и Бога нашего, мирно и грешно, недостойно рабы твоя, пребывающее всем дому, небоподобным вселенным, похваля жертвы, не ты ищи, не вне злечения твоей славы, не спасла тебе пресвятаго твоего духа на ныне, на седе твое, и по божественному нашу Давиду, обновив в сердцах наших дух правый, и Духа Владычный утверди нас, сохрани страну нашу от глада, труса, потопа, огня, меча, и всякого зла, и даруй нам единомыслие и мир, сотворшим себе здания, сие и храма освящения, полюбив тебе Богу, тщательно оставление согрешений, подашь, даруй им я же ко спасению прошения, воздвиги я к деланию заповедей твоих, даруй им обновление дара святаго твоего духа, да неосужденно поклонятся тебе единому истинному Богу, ты Егоша послал Иисус Христу молитвами Богородицы, и святаго воина, и ямуромцы, и всех святых твоих. Заступи, спаси, помилуй, красави, сохрани нас Боже своей благодатью, предсвятой, предчистой, предблагословенную, славную ладычеству нашу, Богородицу и пристоя во Марию, со всеми святыми помянувши, зависть, ветер друга и вещи, вот наш Христу Богу предади. Яко святости Божия наш, и на святых по тебе пострадавших, честных мучениц, и почивающих тебе слава ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и приисмож и вовеки веков. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дмитрополиту Красноярскому Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok А в честь наших ополченцев здесь сейчас работают недалеко от этого места, в честь Казанской Божьей Матери будет храм, о чем ходатайствовали жители этого района. И, конечно, это жемчужина этого парка, который должен превратиться в особое место Красноярска. С учетом и того, что здесь люди, любящие подвижный образ жизни, в основном молодежь, стоит и воздвигнут такой спортивный комплекс, означает, что жизнь должна торжествовать. По благословению Божьему и пожеланию человека. С праздником! И, конечно, вечная память и вечные светлые селения всем, кто отдал жизнь за свободу и независимость и отдает нашей Родине. С праздником! Почти пасхальным праздником этого места! И надо завершить тем, что и должно быть особые знаки. И к этому времени у нас оформились наши награды Русской Православной Церкви Красноярской Метрополии. Шаишликов Владимир Константинович награждается медалью Красноярской Епархии Русской Православной Церкви. Священ! Священ! Остапенко Владимир Дмитриевич! Аксиос! Аксиос! Достоин! Мы много трудились! В общем-то, были в центре этой работы. И еще раз раздражу! До встречи! Новые лета! Аксиос! Борис Александр Николаевич! Человек, который чистосердечно носил часть своего труда достижения созидания этого храма. Аксиос! Достоин! Савинов Павел Александрович Аксиус достоин многое лето Архилейской грамотой награждается Кокляненко Виктор Леонидович Строитель, который воздвигал этот храм Ну, во-первых, ты здесь строил, старался, любишь храмы Ты хорошо трудишься на благо Кочергинского монастыря На границе с Читой Россией под Стоянами Дай Бог, чтобы честно трудился на всех объектах Достоин Аксиус Данишевскому и Сергею Валентиновичу Мы с вами часто встречались По этому вопросу, также и по другим И дай Бог оставаться таким же активным человеком И полезным для Бога людей и для самого себя Аксиус достоин, храни Господь Черных Степан Семенович Благодарственное письмо Вручается Гаврилову Петру Михайловичу За активное участие Благодарственное письмо 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 Продолжение следует... 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 Господи, помилуй, Господи, прости, грешни дьяны велики на теплом пути, Господи, помилуй, Господи, прости. Живы в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного во дворица, речет Господи, весь заступник мой, еси, прибежище мой, Бог мой, и уповаю на Него. Яко то избавят тебя от сети ловчей и от словесей мятежно, плечма своем осенит тебя и под крыльей его надеяшися. Оружим обыдет тебя истинно Его, не убоившись от страха ночного, от стрелы летящие во дни, от вещи во дне приходящие, от срящей бесополуденного. Оружим обыдет тебя истинно Его, подет от страны твоя, ты иссящает молодесную тебе, к тебе же не приближится. О бача, чима твоим осмотришь и воздаяние грешников узреши, яко ты, Господи, упование мое, вышнега положилось и прибежище твое. Не придет к тебе зло и рано не приближится те лиси твоему. Яко ангелам своим заповестия тебе сохраните тебя во всех путях твоих, на руках возму тяда никогда преткнешься камень ногу твою. На аспидой Василиска наступишь и поперешь и льва и змея, яко наме упова и избавлю их, покрыю их, яко позна имя мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне присны во веки веков, аминь. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже! Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 Боже! Аллилуйя, 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 Боже! Аллилуйя, 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 Боже! Аллилуйя, Аллилуйя, Боже! Аллилуйя, Аллилуйя, Боже! Аллилуйя, Аллилуйя, Боже! Аллилуйя, Боже! Аллилуйя, Боже! Я уверен, что этот храм будет достойным памятью о них и напоминанием о том, как важно для всех нас беречь мир, и мир между народами, между государствами, и мир в нашем общем Красноярском доме. Добавлю, жители микрорайона Зелёной Рощи ещё в 90-х годах обращались в епархию с просьбой построить храм именно в гвардейском парке. Для красноярцев это памятное место. Именно здесь, в годы Великой Отечественной войны, формировались дивизии, которые уходили на фронт. Такое сооружение, к которому будут приходить сюда люди, о чём тоже сейчас только что, когда освещалась эта часовня, говорили. И второе, это подтягивает людей быть более чистым душой и помнить тех, честь кого поставлено это сооружение, этот храм. Ребята выполняют тяжелейшую сложную работу, связанную для рисков жизни. В нашем управлении, защищая честь нашей Родины, погибло много ребят. И то, что в честь сотрудников нашего управления, погибших при исполнении служебного долга, воздвигнут этот храм, это, конечно, очень здорово. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова